И всем привет, ребят! С вами Мистер Майнкейс и я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас на обзоре один интересный, замечательный корпус и та самая пушка, которая когда-то показывала стабильный, замечательный результат в нашем матчмейкинге, но почему-то её начинают использовать всё меньше и меньше и сегодня мы вместе с вами вернёмся к этой комбинации, рассмотрим её получше, ну и проверим, как она себя показывает. На данный период времени, есть ли там какие-то изменения, ну и можно ли на ней на данный период времени полноценно давать хорошее, большое количество киллов. Это конечно же не диктатора страйкера, диктатор страйкера здесь просто стоял так в гараже. Это Ареса Вулкан. Вулкан у нас будет конечно же с адреналином. Это одна из тех комбинаций, которая в своё время для меня казалась чем-то нереальным и я очень сильно хотел, чтобы мне выпал иммунитет от поджога, когда ещё на Вулкане играли с зажигательной лентой. Но к сожалению у меня не получилось этого сделать, выбить именно иммунитет от поджога. Упал он мне тогда, когда уже поджигающие вот эти вот зажигательные ленты пофиксили. Поэтому всё перешло на адреналин. По сути нагиб, как по мне, самой пушки хуже не стал. Поэтому посмотрим, что сейчас покажет это вооружение. Я на нём играл относительно недавно пару боёв на стриме и там мне показалось, что этот Ареса Вулкан до сих пор находится в очень хорошей мете и резистов, если честно, от него большого количества нет. Иммунитет от поджога даёт возможность постоянно зажимать вам пробел или левую кнопку мыши, у кого там что как стоит и полноценно на постоянной основе наносить урон. Чем меньше ХП у вашего танка, тем больше урона Вулкан в тик будет вам выдавать. Поэтому посмотрим сейчас, всё ли так шикарно на этом вооружении или же есть какие-то определённые минусы. По дрону, конечно же, бустер. Можно, конечно же, использовать также и защитничка. Но я, как вы знаете, в последнее время не меняю бустера ни на одной комбинации, даже где он, ну, может себя не так шикарно показывает. Поэтому берём и отправляемся, стараемся сейчас накидывать как можно больше дамеджа, закидывает нас на молота в ЦП. Отличная карта, второй режим. Я думаю, что сегодня мы сыграем в Регби. И уже по этим двум боям полноценно будет видно, как себя показывает это вооружение. Сливает очень быстро резистов от Вулкана. Две штуки есть у противника, но они довольно маленькие. И плюс, ко всему прочему, за счёт Ареса у вас есть дополнительная аптечка и возможность нанесения ещё дополнительного урона по оппоненту. Можно, конечно же, также эту комбинацию использовать, я имею в виду Вулкана с иммунитетом от поджога, с Крусейдером. Но я на данный период времени считаю, что Крусейдер хуже себя показывает, нежели Арес. Здесь и ХП больше, и Овердрайв более актуальны, как по мне, хотя у Крусейдера он тоже довольно-таки грамотный. Но если вы помните, его нерфили и перезарядка теперь у него, если я не ошибаюсь, в пассивном режиме 70 секунд. У Ареса она примерно такая же, но за счёт того, что сосулька на Крусейдере вам только даст урон, а не восполнит ваше же личное здоровье, то Арес считается более правильным, актуальным. Ну и плюс ещё ХП имеет больше. Нет никакого смысла использовать Крусейдер ради какой-то большей скорости, если вы там играете в ЦП, в регби, то лучше иметь большее количество здоровья, нежели большую скорость. При том, что там на Крусейдере скорость не такая уж и большая. Так, давайте попробуем позанимать какие-то неплохие точки. Уже 9 киллов я на корабле набил своём. Кораблик пока что себя неплохо показывает, да, не скажу, что сверх круто, не скажу, что печально. Что-то средненькое, главное сейчас по захватам точек поработать чуть получше. Накидочка неплохая, шарика залетела, надеюсь сейчас верхнего молодого чебуречка сольёт, да, шикарно через него проходит. И там дальше, а, она, наверное, даже взорвалась. Ну, нормально, главное, викинга смогу слил. Аптечка ещё есть, есть викинг здесь на подхватике, который меня быстро хочет уничтожить. И, конечно же, плюс ещё вулкана, забыл сказать то, что вы можете по всем целям одновременно нанести хоть по 50 урона и за каждую цель получить за помощь к уничтожению 50 очков. То есть, ой, 5 очков, какие 50? По 5 очков, то есть, это тоже своего рода очень хороший, качественный бонус. Если, например, вы играете на большой карте, где имеется большое количество противников, и просто так вот бум-бум провели по всем, по десятке, там по 50 урона накинули, и уже в сумме себе свои очки заработали. Даже если вы будете там накидывать по одному кому-то, вы в сумме, мне кажется, получите меньше, если вы просто там накидаете всем по чуточку. Но это если у вас, конечно, в команде есть ребята, которые нагибают, и которые также наносят хорошее количество урона. Почему я хочу ещё сыграть регби? В регби, мне кажется, очень круто можно будет реализовать шарик. В цп довольно мало таких ситуаций, где этот шарик прям полезен, и за счёт него можно давать большое количество киллов, поэтому в регби эту ситуацию мы вместе с пурами исправим. Скорее всего, у нас будет маленькая карта, потому что я один без никакого пати, и в сумме я надеюсь, что всё получится очень даже круто. Но у нас ещё две с половиной минуты в этом бою, поэтому давайте стараться наносить как можно больше урона. И у меня просто происходит вылет. Люблю игру, люблю игру, люблю, когда такие моментики происходят, и это не какие-то проблемы у меня лично, это никакие не проблемы, это, возможно, даже меня сейчас не загрузит, это просто танковый баг, крутейший, любимейший, обожаю его. Вчера у нас тоже при записи видеоролика были своего рода проблемки, тут опять тоже какая-то ерунда, не знаю, как я ловлю эти тайминги, и как эти баги именно на мне те ловятся, но и такое бывает. Ладно, 19 киллов, вот ребята тоже в бою пишут лак, скорее всего, просто баганула сама карта, и уже не только я столкнулся с этой проблемой. Так, там по одному противнику нанесли где-то 50 урона, его, правда, никто не уничтожил, вот если бы уничтожили, то мне бы дополнительные очки бы за него насыпали. Также, один из плюсов вулкана, это возможность сбития сразу же противнику аптечки, то есть максимум, сколько он хп, если может восполнить, это 1000. Если вы полноценно на постоянной основе наносите урон по оппоненту, то он прожимает аптеку, она 1000 ему восполняет и все. Это тоже своего рода хороший, даже я бы сказал огромнейший плюс, а не такое большое количество пушек, дает вам возможность сразу же в ходу сбить противнику аптечку, поэтому этим тоже я бы на вашем месте бы пользовался. Противника смока не совсем приятненькая, ну ладно, прожимаем здесь овердрайв, чтобы мне хпшечку накинуло, почти 2000 хпшки я себе добавил, 40 секунд до конца, мы еще и выигрываем катку, вообще супер. Давайте левую сторону тогда я возьму на себя, чтобы здесь противник не проехал, и я думаю, что мы уже до конца здесь сможем ее додержать, если я, конечно, до аптечки доживу, если не доживу до аптеки, то, возможно, еще противничек здесь проедет. Так, 3 секунды, нет, еще это уничтожаем. Шикарно, держим просто подъемчик, чтобы никто не проехал и все. С бустера сейчас дополнительный урончик еще на накидочке, противник еще поедет, еще одного уносим, очень большой урон, еще диктатора, может быть, тоже унесем. Да, шикарно, еще его уносим. Интересно, сколько киллов? Мне кажется, что где-то около 30-ки уже должно быть. Так, еще шар запускаем, но шарик никого не скушал. Вот это сейчас последний тайминг был очень хороший, очень хороший. 30-килов, 30-килов, 655 очков. Очень неплохо на кораблике. Дали. Вот вам еще одна шикарнейшая разыгровочка комбинации. Ну и теперь в регби. В регби, я думаю, что результат должен быть примерно такой, может даже лучше. Делаем акцент исключительно на мячах, стараемся ставить их, и плюс к доставленным мячам, еще уничтожать противника, грамотно реализовывать овердрайвы. Если все это в совокупности будет получаться, то мы увидим реально достойную комбу, которая покажет шикарнейший результатик. Надеюсь, только на хорошую карту. Карта трибьют. Интересная, хорошая. Я давным-давно уже и на ней не играл в режиме Грэгби, но она такая довольно-таки компактная, и при всем при этом она и сейчас, сколько, 8 на 8 или 10 на 10? Либо 8 на 8, либо 10 на 10. Если 10 на 10, то это вообще шикарно. Если такая карта 10 на 10, это просто класс. Это можно, значит, здесь очень много противников поничтожать. Сейчас быстренько первый доставим. Пока еще у противника... Ой-ой-ой, ничего себе. Да подрывался. У противника нету овердрайвов. Пока это все просто. Надеюсь, тоже хопперов не будет. Хопперы это большая будет проблема для меня на такой комбинации. Ну, первая доставка есть. Хорошо. Уже 85% овердрайва. Сейчас можно будет в тайминге прожать овердрайв и попробовать сразу сделать вторую доставочку. Если мои тиммейты, конечно же, здесь не подберут мячик. Да, они не подбирают. Шикарно я забираю. Падаю вниз на своей суперкамбуле. Ой-ой-ой, овердрайв прожимаю. Так, я на шарик, 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 шарик. Ой-ой-ой-ой, как? По таймингу. Вы видели, сколько хп у меня оставалось? У меня просто ноль было. Уже ноль и залетел тупо по таймингу шарик. Сразу мне фулл хп. И, кстати, под шаром вообще невозможно уничтожить любого игрока. Оппонентом, не оппонент. Если шар грамотно даешь под себя и вместе с ним газуешь вперед, то это вечная аптека, пока ты летишь вместе с шариком. То есть, это тоже своего рода имбалансная штучка. Так, надеюсь, сейчас нашего викинга уничтожат. Мы на подборе сыграем грамотно. Грамотно на подборчике. Так, васпик, 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 васпик. А мы можем сделать вот так. Так вот. И... А, я хотел через шар сыграть, а шар упал в землю. Неприятно. Неприятно. Меня, скорее всего, уничтожит. Ладно. Не, накину. Даже не успел вперед. Плохо. Плохо противник может доставить. Наши тиммейты, конечно, здесь играют. Но не совсем грамотный шар. Если бы был грамотный шар, то, скорее всего, была бы легкая доставочка. Так, сейчас главное противнику не дадут ставить. Хорошо. Они отвлекаются. Сзади я уже разворачиваться. Не буду сливать викинга-жегу. Но и сам я тоже ничего сделать не смог. Надо было меч. Конечно же, кидать куда-нибудь вперед, вбок. А то сейчас противник может успеть доставить. Я не успею ничего сделать. Да. Вот вам и доставка. Наверное, даже если бы я бы скинул мяч, не успел бы. Попыток было бы. И возможностей все равно больше. Надо было бросать. Ну ладно. Ничего страшного. Пробуем камбэкать все это дело. Мы еще все равно ведем по счету. У меня есть шар. Вот сейчас за счет этого шарика можно все взять под свой контрол. Контрол. Так, шар полетел. Шикарно. Играем. Играем через него. Играем через него. Играем через него. Убивать будет. Убивать будет. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Давай, давай, давай. Изи до. Изи до машины. Просто красавчик. Я через шар хоть и сыграл. Но шар не дотянулся, чтобы мне хп-шку восполнить. Оппонент он там нагибал. А хп мне не дал. Двоих унес. Отлично. Опять есть там же мячик. Это идеальный мяч для моей доставочки. И сейчас мы по той же схеме попробуем сыграть. Если у меня, конечно, не подберут. Ну, мне подбирают мяч. Если сам доставит, то молодец. Не доставит. Если что, я доставлю. Сам тиммейт доставляет. Хорошо. Так. У нас еще целых три мяча, да, есть. До семи мячей здесь игра ведется. Поэтому попробуем сейчас на подборчике сыграть. А, он опять здесь появился. Шикарно. Всегда бы мяч здесь по центре попоявлялся. Здесь как раз можно будет сейчас уже шарик запускать. Примерно. Да, вот примерно сейчас можно запускать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Хотя бы противника уничтожат. Шикарно. Двух слил. Меня Гаус уничтожил. Не ожидал я такого поворота. Овердайв очень быстро копится. И за счет этого я могу даже сейчас унести противника. Одного. Второго не унес. Ладно, скину просто мяч вперед. Может там тиммейт сыграет? Тиммейт сыграет? Не сыграет? Мяч довольно далеко улетел. Даже, возможно, сейчас респа будет возможность подобрать. Я не понимаю, куда я и этот оппонент. За траекторию у них гениальная. Очень хитрая траектория. Он, походу, хочет сразу мне дать мяч, чтобы я его доставил. Да, молодец. Вот шикарный игрок. Сразу через шар. Шар в стену не влетает. КП мне дает. Доставочку оформляем пятую. Шикарно. Шикарно. Все. Ой-ой-ой. Что у меня с башней? Что у меня приварило башню? 24 кг 700 очков. 700 очков. Мы до 1000 можем доплыть. Мы просто сейчас на корабле до 1000 можем доплыть. Это я поставил 4, не 5. 4 мяча я доставил. Так, там шафт сводится. А он сводится, интересно, меня или не меня. Блин. Ну вот. Вот это называется жадность викинга молота. Не знаю, сейчас вот сумеет он доставить. При этом все. Пожадничать он пожадничал. Сейчас его шафт унесет. За его жадность. Его даже не шафт унес. Другой игрок унес. А ведь я мог спокойнейшим образом подбирать. И играть. И играть на доставочку. Ладно, у нас еще полторы минуты есть. Еще, скорее всего, успеваю доставить 2. Если сейчас подберу мяч. Если подберу мяч, то, возможно, успею. Давай, 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 давай. Ну куда ты лезешь? Ой, боже. Ну сейчас опять он не доставит. Зато ему подобрать очень сильно надо. Ну ты куда ты лезешь, чел? Куда ты лезешь, чел? Куда ты просто лезешь? Зачем ты делаешь вот эту ерунду? Я сейчас из-за него опять не доставил. Ну вот поэтому иногда лучше даже не иметь тиммейтов. А просто, чтобы был только противник. И ты сам разберешься в ситуации. Ну хорошо у нас здесь хоть подстраховала викинга и зитка. И все закончилось благополучно для меня. И моей команды. Но вот. Жадный викингомолот. Хочет все заработать в свою кабину. А по итогу он даже доставить не может. Да, он толкается. Он здесь забирает мячи. Ну пусть едет, ставит. Пусть едет, ставит. Сейчас его опять унесут. Так же легко и просто, не? Ну вот, да. Опять его выносят. Опять его выносят. И я, конечно же, уже доставить не смогу. Типичный матчмейтинг. Типичный уровень игроков. 15 секунд до конца. Оппонент не доставляет или доставляет. Не знаю, что он там делает. Я постараюсь сейчас запустить шарик. Может быть, кого-то он еще зацепит. Поражму бустерочек. Постараюсь уничтожить кого-то. Кого-то зацепил. И по итогу набиваю 930 очков. 34 кг. Очень, очень круто. Очень достойно. Шикарно даже, я бы сказал. Шикарно. Вот вам. Ореса Вулкан. Вы говорите, что там Вика Молот имба. То, что там только на Молоте можно нагибать. Там только на Страйкере можно нагибать. Только Тесла нагибает. Вот вам. Еще одна. Супер комбинация. Просто великолепная комбинация, на которой можно идеально набирать очки. Резов нет. Вот вам и весь секрет успеха. Комбинация дает свои 30-очку, может даже больше. Можно от мячей играть. Можно флаги, я даже думаю, ставить. Можно, я уверен, и в штурме за атаку давать на этой комбинации. Шарик под себя пустил, легенько хоп, оформил доставочку. Мячик поставить тоже не проблема. Поэтому вариации реализации этой комбинации очень много. Все в ваших руках делайте. Нагибайте, разваливайте. Обязательно поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Предлагайте свои вооружения. Что хотите посмотреть. Возможно, у вас есть какой-нибудь там сетапчик. Либо какое-нибудь там устройство. Супер нагибающее, не нагибающее. Надо потестить. Проанализировать. Пишите в комментариях. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. По поводу данного вооружения. В комментариях под предыдущим видеороликом один молодой человек написал то, что весь нагиб в бустере. И если вам интересно, и вы поддержите это в комментариях, то в следующем, а может чуть попозже, в видосе вместе с вами поиграем без дронов в матчмейкинге. И убедимся вместе с вами в том, что даже без дрона можно занимать первые места, набивать по 30 киллов и уничтожать противников. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.